Мария Максакова с нами. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Я приветствую нашу аудиторию. Как пережились сегодняшний день? Вадим, это всё чудовищно, это возмутительно, это всё террор. Я, во-первых, и в первую очередь, хочу поблагодарить силы протиповитренной обороны украинской ППО, потому что это выдающийся профессионализм, действительно поражать практически стопроцентно все цели. Мы все обязаны им тем, что даже сейчас я сижу и с вами разговариваю. Поэтому их вклад огромен, я каждый раз благодарю их. И спасибо, что день и ночь, неустанно, не зная отдыха и сна, они это делают. Но, понимаете, комментируется это всё часто, нужды украинские всем понятны. Для того, чтобы полностью закрыть всё небо над Украиной от этого террора, Украине нужны F-16. Это всё прекрасно, всем известно. Было бы ещё прекрасно, если бы американцы дали нам дальнобойные ракеты «Атакамс», взывать или на что-то рассчитывать, что только грубая сила может остановить террористов, которые лезут, лезут и лезут, потерявшие уже какую-либо надежду вообще. Не то, что на собственное будущее, даже у их внуков его уже не будет. Вопрос сейчас только идёт в том, сколько ещё продлится эта гангрена для того, чтобы храбрые, отважные украинцы, потрясающие сбройные силы дали отпор. И как можно быстрее для этого нужно помочь оружием. И, извините, что, может быть, я затягиваю свою мысль, но она мне очень важна. Дело в том, что принимать со стороны украинцев жертву, которую каждый день Украина приносит во имя свободы Европы, во имя благополучия европейских ценностей, во имя того, чтобы эта красно-коричневая гангрена не полезла дальше, принимать эти жертвы и просто ждать. Ну, я не говорю о том, чтобы там, как бы это не то, чтобы там даже, я не говорю про преступное бездействие, но всё же просто ждать, что это каким-то образом сделают другие. Мне кажется, вот это сегодня уже, ну, этически невозможная позиция. Я считаю, что все, кто нас смотрят, кому, ну, как вам сказать, небезразлично собственное будущее хотя бы уже, говорю так, они, наверное, должны тратить хотя бы пять, может быть, десять минут в день отыскать твиттер и тех политиков, от которых зависит принятие этих решений. Все знают поимённо абсолютно там президента Соединённых Штатов «Белый дом». И каждый раз, кстати сказать, в Европе тоже политики, к которым обращается военно-политическое руководство Украины. У нас часто бывает, вот сейчас, например, немецкие ракеты попросили украинцы. Вот почему бы не сопроводить эти просьбы большой полноценной интернет-компании, когда европейские политики почувствуют запрос своих уже собственных граждан на помощь Украине, что их граждане, которые будут потом за них голосовать, или, может быть, не будут за них голосовать, тут уж, понимаете, как сложится, что они вот сейчас требуют помочь Украине, поверьте, они прислушаются. Даже если они свои собственные твиттеры не читают из-за занятости, но у них есть служба, есть пресс-служба, есть постоянно в работе находящиеся их политтехнологи, которые постоянно заняты замером рейтингов, запросов и всего остального. Поверьте, если европейцы будут нас поддерживать так же дальше, как поддерживали до сих пор, но ещё добавят немного усилий, пять минут в день, это можно даже, в конце концов, знаете, иметь одним кликом уже. Там «Give F-16 to Ukraine a sub», «Provide attackers to Ukraine». Каждый раз, когда мы слышим запрос, который делает военно-политическое руководство Украины с конкретным требованием конкретной позиции, нужно поддержать, просто поддержать одним твитом, одним постом в Фейсбуке, одним упоминанием в Инстаграме. Это несложно. Но нельзя требовать от украинцев, чтобы, понимаете, и благосклонно принимать как должное ту жертву, которую Украина приносит ежедневно во имя мира на земле и во имя демократических ценностей. Я хотел спросить, вы, кстати, поскольку вы выступали многое в Европе, в том числе, свои связи поднимаются для того, чтобы как-то посодействовать? Вот приходится ли вам и это делать ещё? Вадим, во-первых, есть вещи, о которых я, наверное, не буду говорить. То, что я прошу в личных каких-то своих сообщениях или просьбах, обращённых к моим знакомым, разумеется, я что-то делаю. Что-то бывает эффективным, что-то менее эффективным, какие-то вещи получаются, я этому очень рада. Но, разумеется, когда вы с ребёнком сидите, соблюдаете правила двух стен, и у вас постоянно звучит воздушная тревога, и в конце концов вы вынуждены успокаивать ребёнка и говорите, что всё будет хорошо, сейчас всё пройдёт, и наши выдающиеся силы противовоздушной обороны, конечно же, справятся, то вы понимаете, у вас молниеносно начинает работать голова с просто удивительной скоростью. Вы сразу вспоминаете, кому ещё можно позвонить, кого ещё можно попросить, и кому ещё можно постучаться, чтобы в конце концов дали достаточно вооружения. Понимаете, ну мы с вами об этом уже говорим. Вадим, спасибо вашему каналу. Тут я должна сказать, вы уделяете большое внимание этому вопросу, но, простите меня, год и три месяца мы с вами об этом говорим. Ну уже, мне кажется, нужно, нужно как-то всем миром навалиться, чтобы всё-таки все необходимые решения наконец-то были приняты. Спрашивают много вопросов от наших зрителей, начну их засчитывать. Вот Йоси у вас спрашивает, наш зритель из Иерусалима, сразу вопрос Марии Максаковой, что она думает об интервью Татьяны Васильевой. Вы смотрели, кстати? Мне пришлось комментировать небольшой фрагмент этого интервью, потому что мы из «Даши счастливой» делаем рубрику такую, ну, комментарии вот этих новостей, можно сказать, из палаты номер 6, из психушки. Поэтому я, конечно, весь этот материал просмотреть была бы не в состоянии, но самые яркие фрагменты за меня отсмотрела Даша счастливая, за что ей спасибо. Ну и нам, соответственно, удалось довольно ярко прокомментировать. У меня сейчас, кстати, сказать это на канале. Не знаю, стоит ли мне повторяться. Я там, если так вкратце, сказала о том, что неразборчивость феноменальная, с которой она, Васильева, лезет за гонорарами и нашла куда прийти со своими жалобами на чрезмерно либеральную Европу, заявилась к Манучарову, которого его партнер и продюсер Ласкова называют Манучи, это Дмитрий Копанцев, известный с тех пор, как он провел репортаж об состоянии канализации в России, там он обнаружил фекальные сталагмиты и фекальные сталактиты. Вот с тех пор, конечно, удивленная публика внимательно следит за его деятельностью. Ныне он продюсер и, разумеется, чрезвычайно близкий друг и наперстник вот этого самого Манучи. Манучи пересадил, я так поняла, может быть, не знаю, с лобковой части, может быть, с эфедрона себе волосы, значит, на голову, и теперь очень ими гордится. Похоже, что еще и филейный жир заполнил все до того пустоты, и он сидит бальяжно и задает вопросы нужной пропаганде, значит, и как будто бы он вместе с Копанцевым не произвели на свет граждан Америки суррогатных детей, притом двоих. То есть она жалуется на, понимаете ли, чрезмерную толерантность европейскую, как же можно, чуть ли не там опять какие-то разговоры про общие туалеты, что-то в этом духе, что-то ее там не устроило, вот слишком, так сказать, фривольным показалась ей Европа для ее внуков. Ну вот пришла, понимаете, в этот самый рассадник. Да, сорвался у нас звонок, но мы надеемся, что Мария вернется к нам в ближайшие секунды. Такое бывает, когда, например, кто-то звонит в этот момент, вышибает связь. Мы надеемся, что все вернется, и Мария к нам присоединится снова. Да. У меня был звонок на телефон, простите, пожалуйста. Да, все в порядке, мы так и поняли, так бывает. Ну, в целом, мне кажется, я более-менее объяснила, чем занималась эта жадная до гонораров, абсолютно уже, знаете, вспоминающая небылицы и потерявшая, видимо, в том числе и совесть, когда ей, видимо, делали последнюю подтяжку, которую она решила выгулить на этом омерзительном шоу, продемонстрировать, значит, что можно до ушей дотянуть ее, значит, эти щеки. И вот похоже, что вместе с кусками лишней кожи отрезали и остатки совести. Вот все, что я могу сказать об ее интервью. Вот, кстати, еще вопрос из нашего чата. Что, Мария, известно о желаемом браке сына Патрушева и дочери Путина Екатерины? Это тема, которая обсуждается в последнее время в соцсетях. Вы знаете, вот эти все их потуги матримониально приращиваться наворованными капиталами, это уже ведь не первые случаи, они постоянно этим заняты, они все между собой стараются, так сказать, все в дом, все в семью, все, что они там наворовали, то есть попытки пережениться так, чтобы прилипало побольше денег, это у них давно отлаженный процесс. Причем, знаете, мне кажется, это так смешно, вот эта вся, ну, никогда не получившая оценки, то есть никогда не было суда над КПСС, более того, Зюганов до сих пор заседает в Думе, не было суда над КГБ, не были открыты архивы, не было сделано тех необходимых выводов, чтобы в конце концов понять, кто эти палачи, и теперь вот эта страна победивших фактически палачей, она демонстрирует друг другу и всему миру, что вот это их варварство, это их зверство, это омерзение, это и есть конкурентное преимущество. То есть они это рассматривают как те суперкрысиные навыки, которые, видимо, еще их папы, бабушки, мамы и там прочие родственники приобрели со времен сталинских репрессий, когда им удавалось выживать благодаря тому, что они становились сами НКВДистами. Вот эта вся поросль, она фактически не пострадала. В результате недолгого периода правления Ельцина он не положил конец ни КПСС, ни КГБ, суда над ними не было, люстрации не провели, хотя дважды Галина Васильевна Старовойтова вносила этот законопроект в Думу, за что поплатилась жизнью. Попытки были, но Ельцин был непреклонен, потому что его, видимо, устраивала вся эта номенклатурная действительность. Об этом мне, кстати, сказать, говорят наши с вами общие гости, потому что мы уже говорили, что некоторые у нас есть пересечения, в частности, Петр Сергеевич Филиппов рассказывал о том, как Ельцин тяготел вот к этому старому устройству, при том, что декларировал постоянно какие-то демократические, новаторские, реформаторские ценности, но этого ничего в действительности до конца не произошло. Это что ж такое сегодня? Они как, знаете, когда не надо, все под руку звонят. В общем, я завершаю свою мысль, скажу вам так, что когда Ельцин задался таким, знаете, длинным повествованием, может, надо было провести реституцию вместо того, что они назвали приватизацией, то есть они ограбили население, вызвали, девальвировав все эти совершенно не ложные, а здоровые ценности, рыночную экономику, все вот эти красивые слова, свободу, они девальвировали тем, что они говорили это в качестве лозунгов, а воровали, по сути, просто обкрадывали. Это был просто грабеж. И, конечно, так сказать, запутанные этим всем, они, люди, видимо, потеряли доверие вообще к демократическим изменениям. Ну, тут в какой-то части в 90-х действительно много кто запутался. Кто-то поверил, стал бенефицаром. Но самое главное в этом во всем, что значит реституция, которую он не провел. Вот если бы он тогда сказал, что с 17-го года переворот большевистский был преступлением, и с тех пор длящиеся преступления во времени жило аж до 91-го года. И вот теперь мы даем правовую оценку этому преступлению. Поэтому мы осуждаем всех, кто занимался репрессиями, кто занимался геноцидом многих народов, которые населяли этот вот злополучный кусок суши. И вот тогда бы действительно, возможно, приехали бы те аристократы, которых они же красным своим террором выгнали из страны. Тогда можно было бы говорить об аристократе. Они что сделали? У них была одна единственная проблема у этой гыбни. Они не могли унаследовать всё то, чем они обложились. То есть они вынуждены были как бы временно пользоваться общественными благами. Это их, видать, раздражало. Они хотели наконец это себе присвоить уже окончательно. И под видом якобы демократических изменений они провели эти самые грабительские реформы, то есть перехватизацию. И теперь они себя уже чувствуют как бы новоришами вот этими новой аристократией. То есть они теперь унаследовали, они ограбили окончательно, подвели итоги. И теперь это вот, так сказать, первое на выдание, фактически получается, самая богатая невеста, подыскивает себе достойную партию. Не знаю, смущает ли её то, что он запойный алкоголик, но, вероятно, Патрушева в данном случае больше интересует, чтобы, несмотря на его, так сказать, тягу к спиртному, он всё-таки был рассмотрен их вот этим, как это сказать, промахнувшимся, я не знаю, у вас позволительно, я его называю несколько иначе, я говорю обосравшимся. Мы стараемся без мата, если это... Это не мат, это считается ещё полулитературным. В общем, теперь это напоминает шипящую кобру. Знаете, он уже и не Акела, и не Шархана, он просто кобра, которая ползает без зуба, шипя, с протухшим ядом вокруг своих скрепных сокровищ. Ну вот его доченьку, значит, если бы выдать за Патрушева, то, возможно, эта кобра бы закрыла бы свои, значит, эти утомлённые глазки на тот факт, что тот запойный алкоголик, и как знать, согласовала бы его в виде своего преемника. Это сын, внук? Я уже запутался, честно говоря, в династических. Это внук, да, Патрушева или сын? Я сама не могу вам сказать. Возможно, они уже наплодились, за ними не уследишь. У нас тогда есть звонок, давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Здравствуйте, это Юля из Новосибирска. Здравствуйте, Вадим, Мария Ильича, наш гримчанин. Я хотела бы спросить, ну, то есть, меня аж прям возмутило. Когда это Ельцин при приватизации ограбил людей? У нас при приватизации дали квартиры в частную собственность. У нас при Ельцине не была отдана земля, ну, что иностранцы не могли ей владеть. Это всё принял Путина. Причём тут Ельцин. Путин в тот момент, когда вы были в Думе. Вы с чего сейчас наезжаете на Ельцина? Все законы и жизнь в стране, это благодаря, да, плохо шли, да, народ не образован, ничего не хотели. Но благодаря этому Россия живёт до сих пор. Благодаря инвестициям, которые пошли при Ельцине. Да, спасибо, Ельцин, вы поняли, вы поняли вашу реплику. Ри? Надо что-то комментировать? Ну, если готовы. А я не поняла, в чём вопрос. Она не согласна с моей точкой зрения. Простите, не услышала, как её зовут. И что я должна сказать? Ну, у меня вот другая точка зрения. Я брала неоднократное интервью у людей, которые были свидетелями, непосредственными свидетелями тех решений, которые принимались. К чему это всё привело? Ну, и если Ельцин, как она считает, может, ещё и Путина не привёл к власти? Может быть, Ельцин не окружил себя всеми теми, всем тем варьём, которые ныне до сих пор бенефициаром являются всего этого грабежа? Может быть, Кириенко там не был, у Черномырдина не работал? Может быть, я не знаю, там Чубайса не было, может быть, при Ельцине? Или ещё кого-нибудь из них там, из тех, кто это так ловко всё обставил, а теперь продолжает, находясь в ближайшем окружении Путина, как и сам Путин, который тоже являлся бенефициаром этого грабежа вместе с Ковальчуками и остальным варьём. Вот если ей кажется, что Ельцин был настолько пьян, что он не замечал этого, то мне кажется, что Ельцин просто, видимо, так решил, так сказать, пройти между, как ему виделось, целой Харибдой, потому что он сам боялся до конца, знаете, побороть. Он боялся этой силы, он боялся реванша не просто коммунистов, он боялся реванша КГБ. Он думал, что такие, как Филипп Бабков, знаете, долго, так сказать, ждут, долго запрягают, но потом могут скоро поехать. И все по земле, видимо, ходят. Я считаю, что он просто, ну, как сказать, спасовал. Он просто не сделал достаточных реформ. Он не провёл суда над КПСС и над КГБ. Он не объявил люстрацию, и на этом точка. Поэтому говорить о том, как он удачно сделал педикюр при гангрене в остальных вопросах, и как он удачно выбрал цвет лака на ногах, когда надо было рубить их, то тут, так сказать, это её личная точка зрения. Спрашивают наши зрители, а что думаете про Таню и Валю? Заговорят? Не заговорят? И вообще какая у них... Это имеется в виду Юмашеву, что ли, или просто? Юмашеву, конечно, да. Их называют. Вы знаете, это надо вам находить контакты и спрашивать у них, каково им сейчас. Всё ту систему, которую они выстраивали, и которая позволила им в итоге так сказочно обогатиться, это вот ровно тот монстр, который сегодня ракетами уничтожает всё живое на своём пути. Вот это они взрастили его. Каково им спица, хорошо ли им живётся, вкусно ли им завтракается, обедается и ужинается. Ну, очень надеюсь, что хотя скамья подсудимых, наверное, будет чрезвычайно длинной, то, в конце концов, внимание дойдёт у ГАГского трибунала до всех. А вы, кстати, с ними общались как-то, ну, может быть, до войны? Был какой-то контакт или вообще их не видели? Я никогда не дружила ни с ней, ни с ним. Ещё вопрос от Константина, он в Телеграме спрашивает. Что за история с депутатом Гасановым, которого на Медне объявили иностранным агентом в России, исключили из Единой России? Мария, может быть, знает, поскольку депутатствовали вместе, я цитирую, в Википедии, кроме факта отъезда из России, ничего такого нет. Знаете, что это про Гасанова? Посмотрите, я могу не вспомнить, кто это вообще. Я пока напомню нашим зрителям, пока вы смотрите, что можно звонить и дозваниваться. Телефон WhatsApp, Viber, Telegram доступны, поэтому присоединяйтесь. Также не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал. Ссылка закреплена сверху в комментариях. Один клик, и вы с нами. Также, конечно, не забывайте, что можно поставить лайк и, соответственно, таким образом поддержать этот стрим и дать ему возможность двигаться дальше. Пишите, комментируйте и присоединяйтесь. Ничего не могу сказать. Про депутата Гасанова. Продолжаю тогда вопросы, которых очень много на самом деле. Тут и в шоу-бизнес нас пытаются как раз втянуть. Вот спрашивают вас по поводу Софии Ротару, например. Знаете ли что-то про Софию Михайловну? Как она, где она, что она? Она, судя по всему, осудила войну, насколько мы понимаем. Как вы? Робко, робко, но вроде да. Я всегда приветствую всех осуждающих, естественно, потому что всё-таки они лидеры общественного мнения, у них много поклонников, у них много, наверное, почитателей. И, в принципе, когда они делают правильный выбор, то, конечно, это замечают вот эти самые поклонники. Но, с моей точки зрения, очень так робко это всё сделано, и я уже не хочу кого-то перехваливать, потому что иногда очень обнадёживающим бывает начало, а потом продолжение не следует. Я бы ещё раз подчеркнула, что те, кто могли бы привлечь внимание общественности к тому, что Украину надо лучше и быстрее вооружать, давать те позиции, которые Украине сейчас не хватает, вот те, которые могли бы развернуть громадную интернет-компанию, а как бы, знаете, ну, так сказать, ограничились небольшим комментарием, который в целом, ну, так сказать, незаметно, ну, вроде как осудил войну, ну, я считаю, что этого недостаточно. Я жду от них более решительных действий. А, скажем, ну, назовём это так, российские звёзды или звёзды, которые популярны там в русскоязычном сегменте, они могут что-то вот за пределами вот этого русскоязычного сегмента? Скажем, если Ротара или даже Алла Пугачёва будет более активно высказываться, может ли это повернуть европейскую или американскую машину, чтобы было принято это решение? Как вы думаете? Я думаю, что если бы больше было бы информации, больше было бы настойчивости, больше бы уделялось этому времени в день, хотя бы пять или десять минут, то, конечно, результаты бы обязательно были бы. И, ну, не делать достаточно, это, конечно, с моей точки зрения, ну, так сказать, половинчатая позиция. С другой стороны, что касается Пугачёва, и она поддержала, например, Евгения Розимана. Это красивый был с её стороны жест. Я рада, что Евгений Розиман, так скажем, отделался штрафом, хотя, вообще-то говоря, и штраф этот тоже возмутительно, потому что как мог Евгений Розиман дискредитировать армию, которая себя дискредитировала сама? И то, что в итоге власть, так сказать, разжала челюсти, потому что эти все решения принимаются, разумеется, не в судах, а это всё спускается из администрации президента, они долго взвешивали, можно или нет, не вызовет ли чрезмерно много протестов, если они всё-таки применят всё то, что бы им очень хотелось, безусловно, применить, как бы не слишком ли это расшатает их наладан дышащий кораблик? Ну вот, они в данном случае решили не колыхать чрезмерно, и я вам хочу сказать, что в этом просматривается тоже, в общем, косвенно, но неплохой знак. То есть они в данном случае понимают, что дополнительные беспокойства волн им сейчас уже не по силам. Они захлебнутся и пойдут ко дну. Ну, давайте всё-таки как-то, наверное, действовать решительнее. То есть, ну, уже добивать гадину надо, наверное. Хорошо, что, безусловно, гадина разжала челюсти. Хорошо, что, конечно, Евгений Ройзман на свободе. Но даже то, что она дерзнула штраф ему выпресать, это всё равно невероятнейшая наглость. Раз они пошли на попятную, ну, вы сами знаете, там, помните, Маугли, цветок вот этот вот огненный. И так далее. Ну, вперёд, что я могу сказать. Ну, кстати, вот вопрос ещё так же приходит и в личку. Спрашивают наши зрители, знаете ли вы позицию Лаймы Вайкл, тем более, что она в Грэмме выступает каждый четверг, и она очень чётко, очень жёстко как раз говорит о том, что думает. На регулярной основе. Причём Лаймы заговорила там пару месяцев назад и говорит, ну, всё очень чётко, никакой двусмысленности. Следите ли вы за её выступлением? Да, слежу. Её позиция вызывает восхищение. Она звезда, она красавица, чрезвычайно отважная и благородная женщина, за что ей большое спасибо. Спрашивают вас... Ну, опять, извините, если бы ещё добавила, добавила бы немного активности по части призывов вооружить Украину, было бы вообще идеально. Я, кстати, передам в следующий четверг пожелания. Я бы её с удовольствием к себе пригласила в эфир. Если она согласится, спросите её, пожалуйста. Хорошо. Ну вот ещё вопрос спрашивают по поводу Уралдугина. Давно не было о нём новостей, поскольку вы нередко его упоминаете в наших эфирах. Что с Уралдугином? Взял паузу, ушёл в тень или всё ещё в активном поиске чего-то? Ну, я думаю, что всё лучшее у него уже позади во всех смыслах этого слова. Наверное, самые яркие, так сказать, моменты биографии — вот именно что позади. И он по-прежнему пользуется всеми благами. То есть всем тем, что ему удалось этой вот самой частью себе раздобыть. Я так думаю, что в доме музыки, где юные создания на мойке — это дворец, чтобы, может, кому-то кажется, что подумаешь там себе какой-то домик. Нет, это такой себе Версаль. Это дворец великого князя, который расписывал художник Липгард. Это такая целая, знаете, история. Этот Липгард был довольно-таки известным живописцем своего времени и, возможно, даже мистификатором, потому что поговаривают, что полотна, якобы приписываемые Леонардо да Винчи, которые находятся в Эрмитаже, вполне возможно, что Арбели с Липгартом вот сделали такую, так сказать, ну, то есть подхватили и как-то, так сказать, это Арбели уже, безусловно, делал. Ну, вот добавили существенно много нулей к живописи Липгарта. Ну, как бы то ни было, вот этот вот Версаль, где ныне не только взор и слух, подозреваю, ублажают вот эти юные создания, которые красуются с афиши, наверное, являются утешением. Там он предаётся воспоминаниям, вспоминает всё то, что у него позади. Ещё вопрос от Василия, он спрашивает у вас, Мария, не хотите ли вы сделать совместный эфир с Александром Невзоровым? Нет, я об этом не думала. А вообще интересен вам Александр Невзоров? Как фигура? Я не успеваю следить за ним, ну, не успеваю. А тут ещё спрашивают про Арестовича. Арестовича не хотели бы пригласить? Мне кажется, Алексей и так нараспад. Я думаю, что у него очень много стримов, очень много эфиров. И я думаю, что пока моя площадка, наверное, не столь ещё обросла, так скажем, подписчиками, хотя у меня успехи. У меня уже более 100 тысяч, 104, почти 105, если быть точной. Но, видимо, мне ещё надо дорасти. Кстати, тут ещё неожиданный вопрос. Как вы оцениваете вокальные и человеческие способности Николая Баскова? Начнём с вокальных. Ну, я считаю, вопросы сейчас. Когда он поступил в 17-летнем возрасте, мы с ним однокурсники, мне тоже было 17, мы поступили в Академию Гнесинах, у него вокальные данные были таковыми, что, в принципе, попадя к нормальному педагогу, а не вот, а-а-а, который ему научил, делать вместо того, что нужно делать тендер, то есть собирать, фокусировать звук, то вполне возможно, что у Баскова была бы какая-то более впечатляющая карьера именно оперного певца. Но так как ему не повезло с педагогом ни разу, а он слепо верил, между прочим, так сказать, ошиваясь где угодно, и вот у него параллельно же была ещё популярность, то есть он, ну, общаясь, ну, я уж не знаю, как он-то, так сказать, сейчас насколько вот злословием этим заниматься, ну, как бы, чьим он там был мужем своей жены или тестя, или женой, чем он занимался с тем председателем Государственной Думы, который тогда действовал по фамилии Селезнёв, то есть эти все способы, так сказать, добыть себе начальный капитал, и этими способами он не гнушался. Ну, как бы то ни было, это, конечно, будило, пробуждало интересы у вокальных шарлатанов, которые тут же его снабдили вдове, вот, и таким образом, соответственно, ну, как сказать, он в этом смысле поплатился, то есть голос ему нормально не поставили. Ну, он дальше двинулся в эстраду и существовал себе так, порхая бабочкой, не сильно вдаваясь ни во что, особенно не тратя своих сил на, ну, поиск и запись каких-либо новых хитов, ему хватило одной шарманки, которую, по-моему, там, уже это, не знаю, там, 30-летие какое-то, вот, юбилейные уже можно, наверное, считать годы вот этому хиту. Но дальше произошло жуткое совершенно дело, потому что, ну, насколько мне позволяет судить та сплетня, которую мне сорока на хвосте принесла, дальше во время вот февральских событий, во время начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, ему там за деньги предложили разместить какой-то комментарий у себя в Инстаграме, причем, понимаете, люди, знающие словарный запас Николая, наверное, сильно были удивлены такому развернутому посту на политическую тему. Но, тем не менее, за глушительную сумму сорока говорила про 200 тысяч евро. Он, не глядя, велел разместить пост, о котором его попросили из администрации президента. Вот это он натворил, а дальше никакой вообще, так сказать, никакого стержня, воли, там, и не было никогда. Он, конечно же, дальше уже не смог взбунтоваться, и вот его запрягли вот в эту телегу. Ну, там он успешно, фыркая, так сказать, удовлетворял все потребности дальнейшей этой пропаганды. То есть на что он стал похож, это вообще отдельная тема. То есть я даже не понимаю, ничто уходит вместе с этой Ангелиной Ивов к одному пластическому хирургу или, не знаю, к одному парикмахеру. В общем, этот тетя Коля из пергидроля, мы с вами уже как-то обсуждали во время этих новогодних, новогодних голубых огоньков. Ну вот, соответственно, все деградировал окончательно. Наверное, пьет, может быть, вместе с какими-то, я не знаю, препаратами, которые как-то призваны стабилизировать его, вот это вот метущееся в ужасе, скорее всего, и в страхе сознание. И, кстати, хочу вам сказать, с каждым новым успехом вооруженных сил Украины. Думаю, что паника среди всей пропаганды, всей машины каждого в отдельности будет только возрастать. И никакие таблетки, никакие настойки боярышника не помогут, будет очень страшно. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Мария Максакова была с нами на прямой связи. Мария, спасибо вам. И до следующего раза. Всего вам доброго. До свидания. Всего доброго.